Друзья, всем привет! Сегодня мы будем готовить настойку на черносливе. Мы ее предварительно помыли. Нам необходимо отделить плодоножку и избавиться от косточки. Вот таким образом это вытаскиваем косточку. Здесь у нас примерно 350 грамм черносливы. После того как мы освободили вишню от косточки, отправляем ее в банку. В нашем распоряжении есть 700 миллилитров самогона крепостью 60 градусов. Заливаем нашу сливу. Накрываем все это крышкой и убираем в темное теплое место ровно на один месяц. Итак, отстоялась наша слива ровно один месяц. Можно сказать, я про нее практически и забыл. Нам необходимо сейчас ее слить и попробовать на вкус, на кислоту. Берем удобную для нас емкость. Берем сито и сливаем. Так, теперь нам нужно сливу нашу отжать. Это дополнительный будет у нас сок, аромат и вкус. Насколько это возможно, слива сама по себе очень плотная получилась. Вернее, сорт ее такой очень плотный. Сейчас, насколько возможно, мы отожмем это все. Так, перелили мы свою сливянку и немножко налили в рюмочку для того, чтобы попробовать, какая она по сладости. И я налил себе для того, чтобы попробовать, какая она по сладости. Вы можете оставить такая, какая есть, если слива у вас довольно-таки была сладкая. Я попробую, потому что слива у меня была с кислинкой. Так, ну я, пожалуй, добавлю сюда еще пару столовых ложек сахарного сиропа. Если кому интересно, как делается сахарный сироп 68,5%, то я подсказку оставлю в этом видео, можете посмотреть. Растворили мы сахар, перелили сливянку в бутылку, ну и отправим ее отдохнуть дней на 5, и потом будем дегустировать. В общем, прошло у нас 5 дней. Сейчас мы ее, нашу сливянку, продегустим. Ну, попробуем. Как говорится, будем живы да богу мило. Отличный вкус, просто супер. Отличная получилась сливянка и сахар у самураз. И вкус такой очень яркий, сливовый. Так что, ребят, кому понравился рецепт, можете прокомментировать и оценить. А я с вами прощаюсь. До новых рецептов.